Считается, что сейчас самый легкий путь к богатству и беззаботной жизни лежит через бизнес. А между тем, на самом деле, возможность открытия своего дела рассматривают лишь 3 из 10 россиян. Связано это со множеством факторов, в частности, с неудачными примерами предпринимателей. Подробности в нашем следующем материале. Согласно опросу сервиса Суперджоп, сегодня лишь 29% россиян рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 52% вообще не готовы стать предпринимателем. С возрастом желание заниматься предпринимательством тоже уменьшается. Старшее поколение меньше подвержено эйфории и надеждам по поводу этого модного веяния. Уполномоченные по защите прав предпринимателей в Тверской области считают, что занятие бизнесом тяжелое дело не для всех. Пускай в регионе и сохраняется положительная динамика. Количество ИП в Тверской области за полгода выросло более чем на 110 субъектов. Тенденция положительная, а 20-25% из числа опрошенных говорит, что хотели бы начать свое дело, то это цифры скорее позитивные. Другое дело, могут ли, способны ли все это делать. Как правило, в основном в самых разных странах эта цифра колеблется от 2 до 5%, кто в принципе может быть предпринимателем. Потому что это не просто желание, это все-таки способности и возможности. Тем не менее, мы узнали у жителей нашего города, в чем плюсы и минусы предпринимательства и видят ли они себя в этом деле. Я хотела бы стать предпринимателем, работать сама на себя. Я бы открыла зоосалон в нашем городе. Вижу в этом большой плюс, что даже работа на себя это уже большой плюс. Что у тебя нет начальника, ты сам себе начальник. Да, конечно, есть и какие-то минусы, подводные камни, но все-таки это уже намного лучше, чем работать на кого-то. Это нужно обязательно характер иметь. Человек без характера никаким предпринимателем быть не может. Только характер, понимаете. Слишком большое налогообложение делает нерентабельным ведение собственного бизнеса. А может быть какие-то плюсы все-таки в этой деятельности? Ну, наверняка есть, конечно, какие-то плюсы. То, что человек, в общем-то, не так привязан к государству, как к более свободному, я бы сказал. Предпринимательство по праву считается опасным занятием, потому что соотносится с большими финансовыми рисками. Никто не может точно сказать, прогорит или нет. Для предпринимателя важно упорство и большое желание, чтобы найти в себе силы продолжить, даже после неудачи. Государство старается всячески поддерживать бизнес смельчаков и предлагает множество мер поддержки. В этом году фиксация ставок ниже, чем ставка рефинансирования по тем займам, которые предоставляет регион, отсрочки по выплате тел кредитов и так далее. Хотя такая финансовая поддержка, она, конечно, не всем доступна и охватывает небольшую часть субъектов предпринимательства. Тем не менее, это важные такие меры. Плюс новые меры принимаются, такие как промышленная ипотека, такие как оборотный капитал строительства. Мы рассчитываем, что они будут работать эффективно. Нетрудно понять, что денег, к сожалению, у государства на всех не хватает. Государство помогает не только финансово, предлагая всяческие субсидии, но и дает землю в аренду, помогает с подключением коммунальных услуг и в прокладывании дорог. Предприниматели сегодня продолжают нести огромное количество издержек. Это и выплата заработных плат, коммунальные затраты, налоговая нагрузка, большая бумажная работа и проблемы с документацией. Конечно, одного желания зарабатывать деньги и не работать в привычном понимании этого слова мало, чтобы стать успешным бизнесменом. Скорее наоборот, успешны чаще всего те, кто буквально живет и в хорошем смысле болеет за свое дело. Понимая это и наблюдая за неудачным опытом решившихся ступить на путь предпринимательства, многие россияне побаиваются рисковать, хотя, повторим, желающих 29%. И это все же достаточно, говорит омбудсмен Стамплевский. Сегодняшнее время часто называют временем возможностей. Может быть, это кого-то вдохновит на удачную попытку. Важно не упустить свой шанс.